Дмитрий Нечаев А вот что начнется дальше, как мы будем дальше жить, на какие средства, как мы будем выкарабкиваться из этого, я имею в виду экономику Вот это один из самых главных вопросов, он, кстати, возник не сегодня, он возник практически на самом начале вот этой печальной истории с мировой пандемией Каждая страна имеет свои разные ресурсы, разные возможности, чтобы с ней справляться Есть страны с развитой экономикой, есть страны с менее развитой экономикой Мы сейчас говорим про себя, про Россию и вообще, в частности, про наш регион Как мы будем жить после того, как закончатся медицинские проблемы А экономически они были и остаются Мы знаем, что очень много принималось пакетов и федеральных, и региональных, и муниципальных есть меры поддержки для бизнеса Вот давайте обсудим, как они работают, работают ли вообще, что может быть нужно добавить И какие есть проблемы на вот этом сложном, ну, впервые пути, с которым мы впервые столкнулись Мы, это имеется в виду вообще человечество и Тверской регион в частности Давайте я представлю экспертов, сегодня у нас в программе как раз вот главные, как сейчас говорят акторы, действующие лица вот этого всего процесса У нас здесь представители как раз вот того самого многострадального бизнеса, бизнеса, который в первую очередь попал под удар Это и представители у нас медицины, и представители ресторанного бизнеса, бьюти-индустрии Давайте познакомимся Александр Евсеевич Ротенфельд, управляющий частной клиники Здравствуйте Татьяна Вячеславовна Казаева, представитель сети салонов красоты Здравствуйте Представитель медицины Михаил Коган, руководитель комиссии по медицине Тверского отделения опоры России Добрый день И Антон Олегович Павлов, шеф-повар-ресторатор Добрый день Ну и вот давайте перейдем непосредственно к обсуждению нашей темы Каково сейчас бизнесу? Давайте с кого начнем? Как себя чувствует бизнес? С женщиной давайте Ну что, давайте с меня начнем Сегодня бизнес себя чувствует не очень хорошо, как в принципе все другие отрасли Это мягко говоря или как есть? Это уже даже не мягко говоря, совсем не мягко И вообще это длится уже, даже не связано с пандемией, это длится уже очень-очень много лет Потому что вот хорошие мастера уходят работать куда? Домой Несмотря на то, что сегодня был запрет на то, чтобы работали дома и обслуживали клиентов У нас половина клиентов все остались с ногтями Посмотрите, что творится Это вы сейчас, я просто поясню нашим телезрителям, радиослушным, что мы говорим про салоны красоты, про бьюти-индустрию То есть ваши мастера уходят, ну частным порядком работают у себя в доме? Вы знаете, я сейчас не только о себе говорю, я сегодня говорю о тех салонах, которые находятся в городе Твери Наверное, не только по всей России Потому что салоны, столько лет проработавшие, потратил денег на рекламу, на оборудование, на содержание, на налоги Дав мастерам своим клиентов заработки, мы каждый месяц за них платим налоги Что же сегодня происходит? Что сегодня происходит? Что этот мастер набирает клиентов, уходит домой, просто домой Либо арендует где-то квартиру за 8 тысяч рублей на двоих и просто там работают Уводят клиентов из салона, с базой наработанной И даже я сегодня знаю много случаев, когда в салоне красоты официально устроен мастер Но она тихаря работает дома, даже в ту же пандемию она работает дома Слава Богу, это не в моем салоне, просто есть другие салоны, которые со мной этим поделились И получается, что руководитель должен за ним заплатить налоги, которых не отменялись, заметите А мастер еще получил зарплату, но помимо салона То есть даже не зарплату, а получил денежные средства Как быть? Скажите, пожалуйста Если города всей России хотят, чтобы не было салонов красоты Тогда, конечно, это будет дальше разруха Сейчас еще законы самозанятых примут, это вообще будет анекдот Об этом мы тоже обязательно поговорим Это анекдот Михаил Рудольфович, вот вы представляете серьезную структуру Руководите комиссией по медицине в Тверском отделении опоры России Скажите, пожалуйста, а вот у медицины аналогичная ситуация? Или все-таки у вас другая специфика? У нас другая специфика У нас, можно сказать, мы впервые в истории нашей страны столкнулись с такой проблемой Которая оголила многие-многие нерешенные проблемы Это проблема, ну вот, если так, чуть-чуть ближе к бьюти-индустрии Врачей, которые совмещают между больницей и частной клиникой Это сейчас оголилась, полностью оголилась Проблема профпригодности врачей, которые могут работать в частной структуре Или не могут работать в частной структуре А почему как это с пандемией связано? А как это с пандемией связано? Мы прекрасно понимаем, что такое санпин-нормы Прекрасно понимаем Мы понимаем, что такое медицина Не заразить, не навредить И вот в этой ситуации происходит масса моментов, в которых бизнес сейчас в подвешенном состоянии. Есть клиники, которые, назовем вещи своими именами, к ним приходят специалисты, в которые они не настолько вкладывались в оборудование, в их образование и все в этом духе, а они приходят, консультируют и уходят. И это есть проблема для бизнеса и для государства. С другой стороны, есть масса клиник, которые вкладываются в оборудование, в образование, в сертификаты. Но по факту у нас лицензия у всех одинаковая. У чистоплотных и нечистоплотных, назовем так, бизнес-моделей. Я здесь дополню, может быть, немножко. Дело в том, что все знают прекрасно, почему в период пандемии. Потому что на сегодняшний день наложен запрет на работу частных медицинских учреждений. Всех. Независимо от формы собственности, независимо от вида деятельности. Их бывает достаточно много. И поэтому и возникает вопрос. Нам, скажем так, понятно, почему это произошло. Основной причиной послужила, наверное, где-то правильная ситуация, что попытаться врачей, которые совмещают работу в государственных клиниках и в частных, ограничить от работы в частных клиниках. В силу того, что достаточно серьезная борьба с коронавирусом. И нужно с ней бороться. Но при этом сделано так. Государственные клиники борются. А частные клиники сидят и не делают ничего. Не зарабатывают деньги. Не аккумулируют никакие средства. Не дают возможности обслуживать пациентов. Лечить пациентов. Начатое лечение. То есть нам разрешена только работа в экстренной и неотложной помощи. И здесь возникает масса вопросов. Почему? С одной стороны, мы сами на них можем ответить, что есть совмещение врачей государственных, работающих в государственных клиниках и в частных. С другой стороны, есть масса клиник, в которых нет такого совмещения. Но всех причесали под одну гребенку. Если мы говорим о разных видах деятельности, и у Михаила, и у меня в клинике, есть и такие виды деятельности, как стоматология, есть такие виды деятельности, как общая хирургия, и амбулаторный прием. Если мы говорим о стоматологии, то совмещение врачей с государственными клиниками, вот если мы возьмем весь рынок стоматологический, его практически нет. Но стоматология закрыта. Она точно так же оказывает только экстренную и неотложную помощь, которой в принципе в стоматологии не существует. Ну, что такое острая боль, если мы говорим о деюре. Поэтому, ну, закрыли всех, и все сидят и не понимают, в недоумении. При этом у большинства, ну, практически у всех стоматологов возникает, когда к нам пациент приходит, у нас есть трудовой договор, у нас возникают обязательства перед этим пациентом. Мы начали лечение, и отсроченность этапов лечения может навредить ему. Но доказать это завтра, потом будет достаточно сложно, и мы будем получать то, что пациенты будут приходить к нам с претензиями, с жалобами, с адвокатами, и пытаться разрешить эти финансовые и их проблемы тоже. То есть, на самом деле возникает такое, причесали всех под одну гребенку и забыли точно. И есть еще один небольшой момент. Мы обязательно об этом поговорим после короткого перерыва. Не переключайтесь, телефон прямого эфира 300-190, звоните и делите свое мнение, обоснованы ли вот эти меры запретительные. Нужно ли всех под одну гребенку, как здесь сказали наши гости, причёсывать, или нужно подходить более дифференцированно, более точно. Не переключайтесь, самое главное, после короткого перерыва. Итак, мы продолжаем разговор, это тема дня в студии Дмитрия Нечаев, телефон прямого эфира 300-190. Сегодня мы накипело с представителями бизнеса самых разных сфер, это и бьюти-индустрия, и медицина, и общественное питание, рестораны, и бизнес. Мы сегодня обсуждаем меры безопасности, меры самоизоляции, где они эффективны, где они обоснованы, где есть перегибы, что нужно исправить. Ждем от вас, в том числе, звонков, задавайте ваши вопросы. Действительно, вы считаете, что меры безопасности отвечают той ситуации, тому развитию событий, которые происходят, или их нужно корректировать, уменьшать, увеличивать, делать ещё более жёсткими, смягчать, или, может быть, в разных сферах по-разному к этому подходить. Звоните в нашу студию по телефону 300-190, делитесь своим мнением. Перед перерывом мы с Михаилом Рудольфовичем затронули тему по поводу чистоплотности определённых сотрудников бизнеса. Это обострилась проблема в связи с пандемией? Это обострилась, более того, обострилась и сама бизнес-проблема, потому что компенсацию сегодня получила стоматология, а клиники, которые наработают по общем медицинскому профилю, по педиатрическому профилю, которых нет совместителя, компенсации не получили. И бизнес, то, что называется, затянул настолько сильно пояс, очень трудно, очень трудно. И в данной ситуации мы, конечно, хотим найти какой-то не то что компромисс, а разговор с нашими контролирующими органами, чтобы вот прийти к какому-то мнению, чтобы это была конкретика. Михаил Рудольфович, подождите, вот смотрите, у нас есть наиболее прострадавший бизнес, это туристический бизнес, сейчас мы поговорим про общепит, мы там лесная промышленность, ну все знают, это длинный достаточно перечень тех видов бизнеса, которые могут рассчитывать на компенсацию, которые там прикрыли свою деятельность временно, например, туристический, понятно, или гостиничный бизнес. Даже телевидение попало сейчас в пострадавший бизнес. Понятно. Но с другой стороны, смотрите, вот ваше медицинское учреждение, ну в большинстве своем, как уже вот мы здесь говорили, Александр Евсеевич об этом сказал, они в основном сейчас закрыты, да, большинство частных клиник закрыты. При этом, вот тому бизнесу пострадавшему уже полагаются какие-то компенсации. Я говорю другой, там вот тот бизнес, перечень там от лесного до гостиничного полагается компенсация. Я знаю, что медицине не полагается ни субсидии, ни там по кредитам вспоможения. Тут нет, тут надо сделать, опять же, в сторону. Да, вот как здесь называется? Значит, фонд предпринимательства, Тверской фонд предпринимательства сделал отсрочку по всем кредитам. То есть, если предприниматель, либо ООО брали кредит, Тверское отделение, я точно знаю, сделало отсрочку. Сбербанк не просто сделал отсрочку, а даже проценты не берут. Некоторые банки берут. То есть, я хочу сказать, что не надо, вот Александр сказал вот это слово, причесывать, вот не надо всех под одну гребенку. Потому что за каждым предприятием стоит человеческая судьба. Люди когда-то поверили руководителям клиник, и они пошли работать. Я говорю о людях, которые на постоянном месте работают, в которых предприниматели вложили деньги в их образование, в их оборудование, в рекламу. И в данном случае, в данном случае, они оказались незащищены. Де юра и де факто люди все равно звонят, просят консультации. Потому что, поверьте, очень много звонков в клинике. Это люди из онкологии, из сердечно-сосудистой патологии. Я не говорю о стоматологии, о больших каких-то работах там. Но я говорю о вот просто житейских моментах, когда люди, например, начали в Твери лечение, либо за пределы, по федеральным квотам, там все. И они должны поехать туда с анализами, с какой-то динамикой. И они не могут это получить. А в Москву, либо в Питер, они их туда, там не примут. По одной простой причине, у них нет на руках контроль КТ, там рентгенов, анализов. И самое интересное, это вот наличие анализов на ковид. Я хотел бы сейчас обратиться к Антону Олеговичу Павлову, шеф-повару, ресторатору. Скажите, пожалуйста, что касается общепита, ну так условно назовем, хотя, конечно, ресторанное искусство это гораздо лучше. Не любое слово, да, согласен. Да, мне тоже так кажется, немножко реже. Ну вот те учреждения, в которых можно было вкусно, ну и недешево, наверное, покушать. На них спрос сохраняется, или вы как планируете, что после вот этого завершения пандемии уже будет все с нуля начинать? Ну, слушал, слушал. Прежде всего, для зрителей хочу один момент отметить. Здесь периодически будет звучать вопрос зарабатывать деньги. Да? Да. Он прозвучал, деньги, они звучат. Я хотел бы к зрителям обратиться, чтобы вы поняли, что речь идет не о нашем кармане. Фактически, это содержание персонала. Фактически, сколько у нас с вами людей, да, чьи жизни, чьи семьи зависят от нашей общей работы. И сегодня это очень важный момент. А что касается общепита, это неизбежная, это часть туристического процесса, да. Наше лицо, это в том числе, это наше заведение, то, что видят гости. Поэтому вот это вопрос не о том, что мы перестали зарабатывать, да. Это вопрос о том, что на самом деле тяжелая ситуация, она для большого количества людей, которые работают под нашим началом. Что касается общей ситуации, понятное дело, никто не ждал. Понятное дело, у нас, как всегда, зима приходит неожиданно. И сравнивать, конечно, нельзя, да, это немножко другая шутка про другое. Но вот если зима приходит неожиданно, на мой взгляд, это не означает, что снег надо убирать вилами. Ну, то есть, мозги-то никто не отключает, как бы неожиданно, что не происходило. И вот то, с чем столкнулся общепит, ну, буду это слово все-таки использовать, оно более понятийное, да, беспрецедентная ситуация. Потому что, и самое главное, знаете, какая-то китайская пытка водой происходит. То есть, нас не просто сразу застрелили, а нас постепенно так, вы умрете, возможно, завтра, приговор отсрочили и так далее. И эта ситуация не меняется. А как это происходит? Расшифруйте, о чем идет речь. Потому что вот до сих пор хочу отдать должное депутат законодательства собрания, если это могу, да, фамилия, это же не коммерческая, Ирина Шереметкер. Вот как у нас сейчас происходит общение, как мы узнаем новости. Ира в WhatsApp создала чат, куда подключила по своим контактам всех представителей ресторанов, кафе по области и по Твери. И там идет наше общение. Все. У нас нету никакой площадки. Мало того, выходят какие-то обращения, новые постановления. Там мы вместе пытаемся понять их смысл. Мы пытаемся понять, а что это значит? А куда нам дальше двигаться? И, честно говоря, недоумение у всех. Потому что все ждали сначала одной даты, другой даты. Теперь эта дата вообще размазывается. То есть, полный информационный вакуум. Такое ощущение, что нас в этом городе мы были не важны и мы не нужны. И то, что, повторюсь, за нами там тысячи людей, которых мы позволяем зарабатывать деньги, наш персонал, это тоже никого не важно. Я думаю, мы слышали. Вы понимаете, в чем дело? Когда вот эти меры поддержки говорили, то в первую очередь, они указаны на одна из первых мер поддержки, это были вот эти мроты, что можно было получать беспроцентные кредиты на зарплаты. В размерах мрота на полгода, да? Но это, в первую очередь, как раз и было для спасения коллективов. Это, в первую очередь, почему там было важнейшее условие, что нельзя за это время не надо умолить сократить. То есть, в первую очередь, то, о чем вы и говорите, на спасение коллективов. Что для вас эти меры поддержки неэффективны? Вы говорите, вас постепенно убивали, медленно. Смотрите, просто любой вид деятельности, бизнеса устроен так, что у него есть какой-то определенный цикл. Вот как вы сказали, да? У вас при отвлечении он не может по принципу локомотив 100 раз 2, да? То же самое и у нас. Предположим, заведение работало в определенном профиле. У него была выстроена своя продуктовая линейка, свое меню. У него были этими продуктами обеспечены холодильники. У него под это было закуплено определенное оборудование и так далее. И все это стоит. Первый месяц, вот сейчас наш руководитель говорит, что кто не перестроился на доставку, сами виноваты. Но, ребят, это разные вещи. Доставлять пиццу, это хорошо для франшиз и так далее. Но у нас огромное количество заведений, которые на этом не специализировались. И поэтому, ну, да, конечно, это мизерная сумма, и согласимся все-таки, но это мизерная сумма. Она была выделена. Да, какое-то там, мы, может быть, расслабили на одно деление ремень, да, и наш персонал в том числе. Но все остальное это не меняется. Мы не можем просто вот так взять, перевернуться. Это, знаете, все равно, что владельцу грузовой машины, обвинять ее в такой ситуации, что он не таксует. У тебя же есть машины, колеса есть. Можно дать ей до этого. Давайте дадим возможность задать вопрос нашей аудитории. Пожалуйста, обращайтесь. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот хотела бы задать вопрос, который волнует очень многих. Вот мы ходим в магазины, там, в это, и на кассах иногда вот чихают, кашляют сами кассиры. Они вообще проверяются, ведь они же и товар выкладывают, и с открытыми продуктами контактируют. Многих это волнует, ведь они же тоже могут как бы переносить что-то. Я понимаю, это нормально. А где-то в центре города. Но ведь мы почитаем требования, которые вышли, да, выходят, и к чему мы готовимся. Это огромное количество масок, огромное количество санитайзеров, и для гостей, и для персонала. Это лампы кварцевания и так далее. Это, слава богу, ну вот медицинская сфера у них это в принципе априори было. У нас-то это никогда не входило ни в какие нормы. То есть это дополнительно нагрузка? И это нагрузка, понимаете? И точно так же эта история началась вот с первого дня. Начало вот этих всех, сначала каникул, потом каких-то защитных мер. Думаете, у нас появилась какая-то бумажка, где было написано, чем пользоваться для... Мы что, обязаны лезть в интернет и узнавать, хлоргексидин помогает или не помогает? Он, конечно, он помогает только одним. Он стоит 20 рублей флакончик, да, а не полторы тысячи, тысячи рублей вот этот санитайзер. Но вот я почему привел пример снег виллами убирать? Ну почему, ну простите уже, да, когда у нас выборы голосования по Конституции, весь город чем-то завешан, на каждом подъезде листочки. Почему общепиты не обеспечивали? Я уже не говорю про то, что в принципе можно было создать единый склад, куда бы в этой ситуации... Дело в том, что выбор у нас проходит иногда даже чаще, чем хотелось бы, а вот с этой ситуацией мы столкнулись впервые, вообще человечество. Хотя, конечно, было свиной грипп и еще какой-то грипп. Вот в том-то идее. В таких масштабах и такая подлиннее. Посмотрите, пожалуйста, какой был задан вопрос. Проверяются ли на наличие ковида работники, которые сидят на местах? Мы на него не ответили. Я вот хочу тоже задать вопрос. А вообще, кто проверяется? Даже больной человек, сегодня вызывая скорую, иногда просто консультирует человека по телефону. К нему даже не приезжают врачи на дом. И я, например, хочу узнать, есть ли у меня вирус. Только вы знаете, мне это не сделать. Правда, я должен получить. Так вы попробуйте его получить. Это уже вторая ситуация. Разве можно сказать, что человек, который сидит на кассе, где куча народу проходит, что каждый день сдает на этот ковид? Нет, конечно. Александр Евсеевич, почему, как вы думаете, почему трудно получить направление на анализ? Да, здесь, в общем-то, все понятно и объяснимо. Вы понимаете, что государственные больницы заняты созданием ковидных госпиталей, а частные клиники закрыты. У нас все возможности работать и оказывать помощь во всех направлениях, в частных клиниках, она есть. Если говорить о санэпид-режимах, то, как коллега-предприниматель сказал, мы готовы к этому всегда. Если говорить о стоматологических клиниках, у нас всегда каждый пациент для нас источник инфекции, потому что мы работаем с ним близко, инфекции приходят абсолютно с разными. Это может быть и открытая форма туберкулеза, и ВИЧ, и все, что угодно. И мы всегда в этой ситуации напряжены, у нас все для этого готово. Частные клиники в большинстве своем имеют все рециркуляторы, дезинфекторы, антисептики. Все, что необходимо для того, чтобы создать, нам нужно было бы только, что мы сделали для приема экстренных и неотложной помощи, мы только перестраиваемся в плане потоковости и очередности, и пересечения пациентов. Все. Введение документации. Ну, документация – это дело тоже, которое необходимо. То есть, по большому счету, организация вопроса, которая могла состоять 3-4 дня, и все медицинские учреждения с правильным подходом принимали бы пациентов, могли бы оказывать помощь в плане тестирования, в плане осмотров, подождите, ну, вот, говорят, кашляющий пациент, кашляющий, ну, не все кашляют с ковидом, да, то есть, это может быть любой ОРВИ. 40% бессимптомные вообще. Да, дело даже не в этом. Никто не отменял все другие заболевания. И люди страдают, они не знают, куда обратиться, куда побежать, если он раньше ходил к одному и тому же доктору, или привык ходить в эту клинику. А сейчас не знают, потому что в государственных поликлиниках – это толпы народов. Большинство правильно и боится, потому что они в общей сложности и не готовы к этим потокам. У них нет реально тех СИЗов, да, вот это сокращенное средство индивидуальной защиты, которые есть у нас. То есть, здесь и возникает вопрос, почему и зачем. Вопрос только в одном. Если бы правильно организовали эти потоки, этот процесс, помощь частных клиник, включили бы в общую борьбу, так назовем, пускай это так называется, в общем, это облегчило бы существование всех. И клиник, и людей, которые были, понимали бы, куда обращаться. И возложить можно было бы и ответственность на частные клиники за контролем, вместе с Росздравнадзором, с Роспотребнадзором. Однозначно. Никаких проблем. Мы с ними контактируем, мы с ними работаем. Для нас это не проблема. Проблема только в одном. Вы закрыты и не можете оказывать никакой помощи. Может быть, какие-то есть еще у нас, мы знаем, пакет за пакетом мер принимают. Может быть, что-то нужно, может быть, какие-то субсидии. Ну, что закрыто, это уже с этим мы, наверное, ничего пока не поделаем. Более того, уже много времени ушло. Или только открытие поможет спастись. Вот вы знаете, у меня, например, этот какой-то тупик. Вот вы сейчас говорите, что для этого сделать. Я говорю, что я не знаю. Потому что тупик. Вот не секрет, никому не секрет, что на сегодняшний день некоторые мастера просто идут работать домой, при этом они стоят на бирже труда, получают по 16 тысяч рублей ежемесячно и дома зарабатывают деньги. Но еще вот у меня как к врачам к вам вопрос. Вы представляете, помимо ковида, есть и другие заболевания, которые себе эти люди приносят в свой дом. Согласны? Насколько это опасно, работать на дому? Что там говорить? Существует уголовный кодекс, где черным по белому написано. Порядка, да. Да. Значит, мы уже находимся на той стадии развития медицины, где говорить о каких-то надомных делах уже никто не говорит. Конечно, произошло... Простите, мы хотим не говорить. Сейчас, сейчас, сейчас. Это уже другое дело. Конечно, произошла трансформация в бьюти-индустрии. Долгое время, долгое время, энное количество врачей было в полном непонимании, что такое косметичка не понимали, или кто такой косметолог, кто такой дермокосметолог. И тут, понимаете, это проблема, которая день и со дня. Люди, которые получают высшее образование, оканчивают академию, университеты, получают диплом, ординатуру, где написано черным по-первыхому, дерматокосметолог, окончили по специальности косметологии, это одно. А люди, которые, не хочется никого обидеть, но тем не менее, имеют небазовое образование, которые окончили курсы веб по телевизору, где показал преподаватель, под каким углом надо уколоть в лицо, это уже другой момент, это уже момент разбирательства. И это момент, который должен контролировать и Росздравнадзор, и Роспотребнадзор. Это уже серьезная тема. Потому что у всех на слуху вот эти передачи по центральному телевидению, где косметолог на дому занесла инфекцию, человек заболел и тому, тому, тому подобное. Это, конечно, проблема, которая, опять же, ни одного дня. Просто она сейчас обострилась в связи с этой самоизоляцией. И люди на дому открыли, так сказать, полным ходом все услуги. И тут я понимаю, что мы это получим, обратный шаг, через недолгий период времени. Это люди начнут обращаться. Вы будете получать пациентов себе новых. Ну, возможно, что поток пациентов в связи с этим у нас увеличивается. Понятно, что здесь, наверное, больше правильнее говорить в какой-то степени о культуре самого населения. Которая готова, удешевив для себя услугу, получить ее на дому. Но они не осознают и не вникают в те риски, которые они получают вместе с приходящим косметологом, парикмахером, нейл-дизайнером, который приходит и, непонятно, простерилизованы у него инструменты после предыдущего посещения. Сколько там у него кровило и так далее. Попадало кровь и так далее. Приворитет нашей аудитории. Давайте дадим возможность задать вопрос. Слушаем вас. Добрый день, меня зовут Андрей. Хотел бы вопросик задать. Вот, слушаю представителей. Когда, наконец-таки, все-таки откроют частные клиники? Потому что, ну, являюсь представителем лиц от 30 до 40 лет, получаю заработную плату, отчисляю налоги. Но для меня проще и безопаснее, наверное, сходить в клинику. Не, наверное, а в частную клинику. Я там буду себя более уверенно чувствовать защищенным от пандемии, от этого вируса. Потому как там будут выданы мне все средства индивидуальной защиты. Пускай они будут переложены на мой карман, но я буду на 100% уверен в себе и в этой клинике. Нежели я пойду стоять в очереди в поликлинике, не зная людей, не уверен бы в них, что они там не заразны, не больны. Вот этой вот вещью. Вот такой вот вопрос. Когда кто-нибудь может задать? Спасибо. Спасибо. Спасибо за сакраментарь. Мы здесь все. Да, вы понимаете, это неподготовленный звонок. Понимаете, какая история, что мы сейчас очень много смотрим, что происходит в Москве. Что происходит в Москве, как там действует. По любым направлениям. Медицина, общепит, транспорт и тому подобное. И статистика, какая бы сейчас ее не ругали бы, правильная она, честная, нечестная, говорит о том, что в Твери еще до, скажем так, вот этого слова «плата» еще далеко. Но люди, жизнь-то продолжается. И надо понимать, что это не мои слова, это слова многих ведущих ученых из федеральных институтов. Что, ребята, мы получим сейчас такое количество заболеваний, от которого мы будем долго-долго еще разгребать. И это количество смерти, осложненных из-за хронических заболеваний. Онкология, я повторю, сердечно-сосудистая, трансплантология, детская онкология. Вот буквально недавно я помогал людям уехать в Питер на плановую химиотерапию. Поверьте, это какие-то нечеловеческие усилия, перезванивание, сдача анализов и тому подобное. Это почему? Потому что все брошены на борьбу с COVID-19? Абсолютно, абсолютно. С другой стороны, мы находимся, правильно сказал Антон, в информационном вакууме. Но почему с нами нельзя просто сказать, ребята, вот давайте вот так вот, по таким-то нозологическим единицам, по таким-то направлениям, в данном случае, поверьте, если мы соблюдаем, а мы соблюдаем все правила СанПИН контроля, и количество людей сейчас, обращаемых в частные лечебные учреждения, меньше, намного, а затрат намного больше, потому что это надо сделать красную, зеленую зону, в два раза больше надо тратить и масок, и костюм, всего надо больше. Но мы хотя бы на плаву, не потому что это какой-то корыстный бизнес, а это потому что есть и за нами люди, и это уже перерастает, когда эта клиника не один день, она переврастает в какие-то просто человеческие отношения, когда люди просто звонят и спрашивают, а когда вы, а чего вы. Мы не говорим сейчас о деньгах, мы говорим об общих простых человеческих понятиях, помоги, просто помоги. И с другой стороны, я реально понимаю, как нереально сейчас сложно в государственном здравоохранении, вот нереально сложно, когда люди работают там вот сутками, принимают, когда со всей области везут, когда надо понимание того, что в приемном отделении понять, человек болен ковид или осложнение, и это идет как лавина. И просто вот стоять в стороне, и нам не хочется. Тут, поверьте, тут же некорыстная тема. Дело в том, что, Амитрий Владимирович, ну вы же не могли бы, наверное, заниматься профилем вот этим ковидных больных лечить. Почему? Мы можем. А зачем? Давайте так, а зачем? Во-первых, мы можем сообщать. Других, достаточно других заболеваний, где нужно оказывать помощь. Люди не знают обратиться, никто не отключил другие болезни. То есть об этом идет речь. Конечно, инфаркты, инсульты. И самое главное, у нас же есть четкое понимание. Если человек сдает анализ, предположим, на ВИЧ, на какие-то, и там у него показывает, мы это сообщаем в местной. То есть независимо от того, где он сдавал в частной, это сообщается в государственной. Точно так же и тут же можно. Если к нам обратился человек на прием, и врач заподозрил, мы сразу вызываем скорую помощь. Мы же не, то есть, ну мы в стороне сейчас стоим от этого процесса. На самом деле, ну есть уже примеры того, что в некоторых регионах медицинские учреждения не были закрыты. При этом увеличение или какого-то взрыва по количеству заболевших там точно так же не было. При том, что мы имеем возможность, то есть мы не являемся и не можем являться источником инфекции. Или там передачи этой инфекции. Ну вообще это было бы странно, если медицинские учреждения были бы... Ну наиболее подготовлены. И почему-то странно, когда открываются продуктовые магазины, понятно, нужно есть, но я прошу прощения, но парикмахерские открываются. А бани? И бани. Помыться надо. А медицинские учреждения закрыты до сих пор до непонятного времени. Ну знаете, мне тоже это странно. Давайте дадим возможность еще один вопрос задать. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Татьяна Ивановна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот говорите, что доплата у нас еще далеко. Большое число заболевших именно ковидом. А почему у нас не принимаются никакие меры? Вы посмотрите на улицы. Без масок, без перчаток. И точно так же они и в магазины ходят, и за все берутся, за продукты, за все. В Москве, например, штрафы уже за это. А у нас никто не обращает на это внимания. Ну, нет, подожди, пожалуйста, Александр Анатольевич. Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Дело в том, что это еще и вопрос личной ответственности каждого. Это действительно нарушение режима. Ну вот о чем бы я хотел, вот важный момент, вот здесь поднялся, Москва, да? О чем речь? Почему нам в сто раз тяжелее понимать и не понимать, что сейчас происходит? Почему? Потому что мы, с одной стороны, понимаем, что в Москве ситуация еще жестче. Ну а там жестче везде. Там действительно людей не выпускают. Сейчас по графику начали выпускать, гулять. Понятное дело, что там и сама эпидемиологическая ситуация гораздо в разы, и население больше, и так далее. Но там действительно драконовские меры, и мы понимаем, что они нужны. А здесь, я уверен, и коллеги точно так же, вот как сейчас женщина позвонила. Вот почему мы закрыты? А вот простой пример. Вся остальная жизнь вокруг бурлит. В торговых центрах лапаются все это. Вопрос бы я в эту степень перевел. Почему вот к нам такие вот жесткие ограничительные меры, что мы какой-то очаг в заражении. Мы чем-то отличаемся от магазина, где люди в очереди стоят. То есть, если к нам человек заходит к барной стойке, заказывает блюдо, и даже он его хочет с собой на улицу забрать, мы чем от магазина отличаемся в этой ситуации? А нельзя. На начальном этапе, я опять же про вилы со снегом пример. Почему? Почему привожу, потому что долгое время люди вообще не понимали. Была формулировка про некое окошко, которое должно быть. У людей окошек нету. Но мы же не знали, что у нас когда-то будет такой период. Извините, элитное заведение не будет на входе делать вот это вот с окошком дверцу. И долгое время, и до сих пор эта норма подвешена. Я знаю случаи, когда проверяющие ормы ходили, и вот тех предпринимателей общепитера, что вынуждены сейчас на вынос торговать с открытой дверью, столик, санитайзеры, все дела, они пытались их наказать. Потому что где-то кто-то когда-то сказал, что должно быть окошко. Ну а в чем разница-то? Вот почему общественный транспорт вот так вот? Почему торговые центры вот так вот? А почему мы-то чем отличаемся? И у всех, я вас уверяю, коллеги в этой переписке, все просто в шоке. Такое ощущение будет. Вот на данный момент уже просто расстреливают. И важный момент, который я хочу подчеркнуть, это мы в Твери. Мы забываем про Тверскую область. А что там творится? Там люди просто воют. И воют по одной простой причине. Это в Твери мы можем организовать какую-то доставку. Это, конечно, минимальный процент от предыдущих выручек и так далее. Но мы что-то можем сделать. Здесь население больше, оно более активное, прогрессивное. Люди пишут, о какой доставке речь. У нас основное меню и барная карта, это было 10-15% заработка. Все остальное, это корпоративы, дни рождения, свадьбы. Ну так принято, в маленьких городах они обычно собираются. Сейчас это все запрещено. И бог с ним, я примерно понимаю, почему. Да, большая скучность и так далее. Но то, что вот в таком контексте сейчас, там просто люди умрут. Умрет бизнес и по цепочке, ну я это могу, если мы затронем все-таки тему вот этих норм по алкоголю, там, наверное, ближе туда сказать. Но вот и вот этот вакуум непонятный. Ну как бы бог с ним, в Москве жестко. А мы-то каждый день по улице бегущих людей видим. Вот спросите по поводу вот этого закона о самозанятых, который ввели. Ну, наверное, все кратко знаете, да, что теперь самозанятые, кто получает меньше 200 тысяч в месяц и меньше 2,4 миллиона в год, те могут отдавать по упрощенной системе налогообложения, могут отдавать своего дохода, если он получен от физических лиц, то отдавать 4%, от юридических отдавать 6%. Вы не считаете, что вот это как раз подхлестнет ту тенденцию, что люди начнут уходить и работать назад? Вы знаете, тоже подхлестнуло давным-давно, а это еще больше подхлестнет. Но сегодня еще я точно знаю, что есть люди, которые сидят, работают дома, при этом они подают документы, получают 16 тысяч в месяц и работают дома, делают ногти. Но дома это образно говорят. То есть сегодня в легкую можно пойти взять помещение, не составляя договора, просто каждый месяц платишь там какую-то определенную сумму, сидишь, работаешь. Хочешь парикмахерские услуги, пожалуйста. Хочешь губы наколоть, хочешь ботоксы, хочешь ногти, хочешь подстричься, покраситься, пожалуйста. То есть маленькую какую-то платят аренду, и при этом они еще получают 16 тысяч от государства. И никто на это не обращает внимания. То есть я должна, вот кстати, не работали мы месяц, а налогия должна заплатить. Извините. Кто должен обратить на это внимание по-вашему? Государство. Контролирующие органы. Государство, контролирующие органы, а кто? Смотрите, я не работала месяц, но я должна заплатить более 200 тысяч налоги. Более 200 тысяч рублей налоги должна я заплатить. Извините меня, пожалуйста. Если дерево весной не зацвело, откуда там будут яблоки? И я должна при этом еще взять. Я уже даже нервничаю, понимаете, потому что я должна эти деньги государству. Если чего, да. Потому что я должна заплатить эти деньги, откуда я их возьму? Мне говорят, возьми кредит. Извините, пожалуйста, вы куда меня загоняете? Я должна взять кредит, выдать девочкам какие-то деньги. Я их тоже понимаю, они должны кормить свои семьи. Я должна выдать им деньги. Извините, а я куда денусь? А я что должна делать? А эта девочка сегодня я выдала ей деньги. Завтра она пошла опять-таки, смотрит, другие сидят, работают на дому. Она ушла на дом работать. И получают по 16 тысяч. Я вас умоляю, они сегодня у меня увольняются сами с удовольствием, потому что у них 16 тысяч и плюс дом работает. Давайте, может быть, как раз по этой теме вопросы от нашей аудитории. Слушаем вас. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Скажите, пожалуйста, а почему вы без масок сидите? Дело в том, что мы соблюдаем санитарную дистанцию и на определенном удалении друг друга. Потом у нас все обязательно проверяются. Ну и более того, здесь в основном представители медики, они следят за своим здоровьем. Мы проверим. То есть медики могут ходить без масок, да? Нет. Медики. Пришли сюда все маски. Да. Михаил Рудольевич, ну у вас-то маску видно в руках. Это все, что вы хотели спросить? Да, да, извините. Да ничего, все в порядке. Спасибо. Знаете, я еще о чем хотел спросить? Дело в том, что действительно справедливые вещи вы говорите, о том, что откладывается расчет, то есть откладывается расплата, точнее говоря, за вот этот период. То есть даже если дают льготные какие-то проценты, их же все равно надо потом отдавать. А как я их буду отдавать, если я не работала? Придет осень. Вот вам пример про дерево. Это по всем видам причем. Я думаю, что это не только меня касается, также всех остальных. Там же очень четко, под 0% под заработную плату, если вы, но вы должны отдать в течение потом 6 месяцев. Если там отрасль пострадавшая, и вы выполните определенные какие-то условия, то, может быть, их потом спишут. Может быть. Ну, может быть. В этот период кто-то уволился, а мы удержать их не можем. Уволился. Раз, два, три. Нет, но если по собственному желанию, то я на работе не рассчитываю. Нет, без разницы. А все по собственному желанию. Что они сегодня уходят по собственному желанию. А нигде это не сказано. Потому что они могут работать самостоятельно, и они знают, что это безнаказанно. Я только не понимаю, какие люди могут пойти к ним туда обслуживаться. Вот, например, приходит моя мастер, после того, как она месяц сидела дома, говорит, Татьяна Вячеславовна, вы меня простите, у меня соседка на первом этаже работать не прекращала. Вот я сижу без денег, мне ребенка не на что кормить. А она работала, и к ней шел народ. Вы знаете, я думаю, что вот это тоже не от хорошей жизни происходит. Если встать на сторону населения, да, ведь платежеспособность просто резко упала. И когда люди, вот вы сказали, почему они идут в эти клиники, где непонятно, там ржавые иголки, там что-то колено. Но дело в том, что да, вот для людей просто нет денег. Сейчас будет очень все меняться, и меняться только из-за этого. Потому что, к сожалению, на вершине люди, они не понимают, что... Сейчас же по цепочке, понимаете, у нас люди перестают деньги получать, у коллег деньги перестают получать. А это что? Это же потребительское сообщество, да? У них перестают деньги получать, перестают ко мне ходить кушать, да? У меня перестает персонал ходить, ногти делать. Туризм. Это же все по цепочке. Мы пострадали не от... Честно, хочу в порядке в государстве. Вот лично я, как думаю все жители, я хочу в порядке. Есть закон, его надо соблюдать. Тем более контролирующих... К сожалению, законы для тех, кто их соблюдает. Последний перерыв на рекламу. И самое главное, впереди телефон 3190, звоните, делитесь своим мнением. Это программа «Тема дня». Встречаемся буквально через пару минут. Итак, это «Тема дня», завершающая часть. Программа пролетает просто как одно мгновение. У нас еще очень много тем, о которых мы недообсудили. Вот буквально перед перерывом мы стали говорить о той проблеме, что после окончания пандемии в медицинском плане, когда все-таки она пойдет на спад, там может, вторая волна будет уже какая-то секретирована более. Так мы потом вакцину все-таки уже худо-бедно какие-то разрабатываем. Мы надеемся, что и вообще-то ее не будет от второй волны. С пандемией справимся, короче говоря, в медицинском плане. А что касается последствий экономических, тут вопрос. И вот что особенно на региональном уровне, сейчас нам не меряется здесь в Москве, где там крутится 90% всех денег. Мы сейчас говорим про регион. Обострится, как мы сейчас говорили в перерыве, борьба за клиента, борьба за выживание бизнеса. Как вы видите эту борьбу вы, вот конкретно в ваша сеть салонов красоты? Вы считаете, что вы немножко выиграете, что мелкие игроки умрут? Или вы считаете, что все в одной лодке? Я вообще на сегодня считаю, что если это дело так дальше пойдет, то салонов красоты, как таковых, в Твери не будет. Это почему? А потому что все пойдут на дом работать. Неремитабельно. Понимаете, я должна заплатить налоги, содержать помещение, закупить кучу материалов, оборудования, оборщицу, обухгалтера содержать и так далее. Она пошла домой, ну, образно говоря, домой, это может быть какое-то арендованное совершенно маленькое помещение, где ее никто не тревожит. У меня еще, кстати, проверки ходят. У них не придут, потому что я официально открыта, а они не... куда они пойдут? Они про них ничего не знают. То есть, получается, что если с таким идти дальше темпом, салонов красоты не будет. Александр Федорович, а вот у вас какое ощущение? Ну, не будут же операции дома делать? А здесь, на самом деле, не будут, конечно, делать ни операции, ни медицины. Медицина в этом плане, она все-таки более легализована. То есть, есть процесс лицензирования. То есть, как бы врач не может... Ну, максимум, что он может проконсультировать. Прошли те времена, когда в советское время на дому... Такое и сейчас существует, и сейчас есть, и многие об этом знают, и где-то это происходит, и так далее. На самом деле, проблема в следующем. Проблема в отсутствии сообществ профессиональных, которые бы могли сообща как раз бороться, и чтобы эти сообщества слушали надзирающие органы, органы власти. То есть, давайте реально подойдем к вопросу. Есть ли, вот мы заговорили об этом, есть ли сообщество рестораторов в Твери? Федеральное есть. Не-не-не, в Твери, давайте, мы не будем сейчас говорить за всю страну. Мы говорим, в Твери нет. Есть ли сообщества людей, которые объединяются, ну, объединены, бьюти-индустрии? Нет. И я вам скажу больше, что и сообщества медиков тоже нет. То есть, нет, странно. Есть врачебная палата. Ну, подождите, давайте то, что работают те организации, да, сообщества частных организаций разных направлений, их, они отсутствуют. А в этом все и проблемы. Согласен. Мы им возражаем и говорим, мы не можем в этом. То есть, будет диалог не с индивидуальными предпринимателями, с каждым, что невозможно, а с неким сообществом, с которым можно разговаривать, которое может в свою очередь, да, то есть, это уже четко организованные лица компании, предприятия, за которыми стоят тысячи их сотрудников, информационный обмен, возможность, там, централизации каких-то закупок, вот вы говорите, да, СИЗы, где их взять? Если бы вы были сообществом, да, тут централизованно, это можно было бы все приобрести и все это быстро организовать. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, как еще Маяковский писал голос, единицы тоньше писка, да, единицы ноль. Вот, но я надеюсь, что наш эфир тоже помог, вот, немножко донести эту проблему, да, тех, кто компетентен ее решать. Будем надеяться, что и уполномоченный по защите прав предпринимателей чем-то вам поможет, ну, и мы будем и дальше это обсуждать в публичном пространстве обязательно. Всего вам доброго, до встречи в эфире, не болейте, берегите себя и своих близких. До свидания. Спасибо.